Пояснение пятой заповеди блаженства. В этой заповеди говорится следующее. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея. Милостивыми называют тех людей, которые милосердно и сострадательно относятся ко всем остальным людям. Милостивые люди имеют доброе сердце, и они всегда готовы помочь нуждающимся людям по мере возможности. За это милостивые люди сами будут удостоены у Бога великой милости. Они будут помилованы. С позиции христианского учения быть милостивым – это значит к другим людям относиться лучше, чем они это заслужили. Именно так к людям относится Бог, проявляя свою великую милость к нечестивым и неблагодарным. Об этом и говорит апостол Павел. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во глисте простил вас. Быть милостивым – это значит быть подобным Богу. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Господь является источником милосердия. В Ветхом Завете Бог говорил Моисею так. Господь – Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Эти же качества милосердия и доброты провозглашает Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки Однако проявление милосердия не сводится к оправданию всех видов греха, не сводится к выявлению терпимости к глупости и злу, не сводится к подчинению несправедливости и беззаконию. Быть милосердным – это значит в первую очередь сострадать заблудшим людям и помогать им избавиться от греха и уметь прощать людям, делающим неправду. И, как сказано в Библии, у тебя прощения, да благоговеют пред тобою. Господь не спрашивает у людей, достойны ли они его любви, а изливает на грешное человечество богатство своей любви. Поэтому будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас, Евангелие от Иоанна. Будем подражать Господу в милосердном отношении к ближним. Милостивые и милосердные сопричастны Богу, и через таких людей проявляется божественная любовь. Поэтому милосердные стремятся не судить ближнего, а помочь ему и спасти его. Истинно милосердные – это те люди, которые проявляют сострадание, сочувствие к бедным, страдающим и угнетенным людям. В сострадающей душе присутствует мир и покой, а Святой Дух, пребывающий в такой душе, проявляет себя в добрых делах, смягчает ожесточившиеся души и вызывает взаимное примирение и милосердие. Милостивые будут помилованы, то есть пожнут, получат то, что сеют. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напаяет других, тот и сам напоен будет. Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал такие слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» – Евангелие от Матфея. И если человек желает, чтобы ему делали добро и проявляли помощь, сострадание и милосердие, то и сам должен делать эти добрые поступки. А силу для добрых дел человеку дает постоянное ощущение в душе милости Божией. Поэтому человек, какой бы вершины духовного развития он не достиг, должен всегда просить Бога о милосердии к себе и прощении своих грехов словами молитвы мытаря. «Боже, милостив будь ко мне грешному». Подобно Господу, человек должен проявлять милосердие к другим людям. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» – Евангелие от Матфея. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея. Источник. Нагорная проповедь. Долженко.